В Нефтекамске на взятке попался замглавы городской администрации. Как предполагают следователи, Владимир Алексеянц получил от местного жителя 10 декоративных ёлочек стоимостью 175 тысяч рублей. Хвойные должны были украсить коттедж чиновника. За это он обещал гражданину, содействуя в получении права на аренду земли в городе. Злоумышленника задержали оперативники ФСБ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело. Заколючен браток Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Это твой первый срок Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Заколючен браток Ой-ёй-ёй-ёй-ёй Три пачки прямых Три пачки прямых Пачку чая Ну, для такого недорогого То, чтобы листовой был Гранулок листовой Листовой, да Давайте раджа Давайте раджа Пачку чая Сахар рафинад Туалетное мыло давайте Одно? Одно, да А давайте заборное печенье вроде там у вас, да? А это какое? Это песочное Песочное давайте Что-то много, ну ладно пойдёт Маечку надо дать? Да, маечку не шуршащую Ну, пока всё подул Носки-то у вас не продают Нет-нет-нет Ага Ну, всё пока Это Такой Сухпалёк Небольшой 39 рублей 20 копеечек Ага Тонкий если надо Вот 30 Не-не, не надо Тёплый на землю Давай Лёгкой рукой возьмите Польшой ничего Платочек нет Можете Давайте Платочек Давайте 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 два Ага Вот два Как раз Мене Вот Носочки Тёплые Да ладно это Да Не могу Пиши на техерях Мне Спасибо за это Вам спасибо теплые носки будут вот кроме продуктового набора я еще купил две книги уголовный кодекс и уголовно-профессиальный кодекс чтобы сейчас у владимир андреевича будет достаточно времени для изучения так нужного закона для чиновника да и что будешь он и другие его коллеги не совершали таких ошибок не попадались на таких мелочах мы написали были сотни наверно жалоб обращений в органы прокуратуры была петиция за отставку главы давлетова и заместитель алексеянса которая собрала более полторы тысячи подписей но наши правоохранительные органы в частности прокуратура повела себя не как карающий орган как адвокатская контора вместо того чтобы пресечь они писали отписки защищающие интересы именно городской администрации данных чиновников вот тогда мы пошли другим путем начали устраивать акции протеста пикеты многочисленные здесь более на десяти пикетов было на полу вокруг этой площади около здания администрации и зимой в любую погоду стояли люди с плакатами выезжали на уфинские мероприятия с нашими плакатами как чтобы привлечь уже как бы внимание проблеме города нефтекамск и конечно мы не ожидали для нас было шоком что чиновник попадется на такой мелочи чиновник который ворочает миллионы попался на такой мелочи как какие-то елочки вот жалость вызывает на то что сейчас человек попал в такую трудную ситуацию что поставил клеймо не только на себя а на все свое окружение сейчас он попал ситуацию которая сейчас от него его друзья коллеги сослуживцы назовем так кореша по бизнесу так называемому от него отвернулись он остался один со своей проблемой правоохранительные органы по сути своим бездействием сами создают вот это чувство безнаказанности у наших чиновников чиновники теряют контроль чувствуются уже каким-то властью не только над территориями надо человеческими судовами они могут решать что хотят сами не вообще не соблюдая букву закона как это происходит в нашем городе вот мы уже по прошлому историю знаем и пенсионерах и обо многодетных и матерях одиночих которые продавали свои квартиры покупали земельные участки устраивали дома и лишались этого именно из-за того что власть правоохранительные органы бездействуют в отношении не принимать каких-то мер должен хотя бы какое-то предупреждение упреждение должно быть чтобы чиновник почувствовал что все так это не делается просто что все равно когда-то рано или поздно придет наказание это нам кажется 165 тысяч это очень большие деньги для них кажется это один раз сходить магазин мне кажется так как вы думаете 175 ли 200 тысяч мне кажется у них в сейфе лежат ради того чтобы сходить магазин а 200 тысяч мы и в год не видим таких денег вы думаете безнаказанным останутся я думаю безнаказанным останутся не это если что-то тут на рынке поймали с какой-то там просроченной медкнижкой нам штраф дадут это нам сказывается на зарплату 200 тысяч мне кажется и безнаказанность и штрафа не будет и 200 тысяч и мне деньги думаю я как вы думаете посадят по закону должны по закону если по правилам как вы думаете будет по правилам я думаю да у нас закон действует 175 тысяч как вы считаете посадят но я думаю здесь два варианта или происки кого-то кто хотел его посадить или сам он своровал если он сам своровал то пусть отвечает по закону а если те люди которые хотят его посадить то пусть это будет на их несовести как вы считаете посадок они купятся у них деньги уже это не первый раз и конечно не последний раз они окупятся окупится и он ничего это может как его еще дальше может пойти по крутой я как вы считаете посадки или останется ну сумма небольшая но все-таки резонанс будет в городе для кого сумма небольшая но 175 тысяч разве большая сумма может быть для вас для них это 175 тысяч небольшая сумма было бы больше миллиона в особо крупном размере но думаю резонанс будет без этого нельзя нашу администрацию полностью уже менять они уже вообще оборзяли за эти годы а почему вы не чувствуете вину администрации нету ее до как органа государственного органа нету вины администрации то что выделялось то что там подписываться что переводилось то что разрешалось коммуникация вина администрации там нет вы считаете он такие интересные вещи говорят то есть возьмите свой дом на котором например брали кредит парень то есть вы его снесите сами бульдозером как бы ну как вот это может вот выглядит то есть это не знаю и остаться остаться без ничего и платить потом всю жизнь кредит там да но это ему сказать может быть легко у меня рука не поднимается вот я там дом построил например я туда вложил все практически у меня взяли вот за то что я за всю свою жизнь заработал у меня просто его отобрали все и управа на них нет так вот так все происходит меня это вот не устраивает я готов их до конца вот такой момент ваши действия сейчас непредсказуемы да народ доводит до непредсказуемых действий народ уже на взводе то есть они ворошит ворошат улей они просто то ли не понимают что произойдет то есть никто просто так вот свою землю не отдаст тут же не я один это думал это полгорода тогда он получается полгорода экстремистов надо посадить или что-то сделать может быть экстремисты вот в этом здании может они здесь сидят